Как вам сегодняшний матч? Да, только положительные эмоции. Победа такая. Немножко в конце этот момент с пропущенным голом всегда хочется отыграть на ноль. Как и тренеру вратарей, так и вратарю в первую очередь. Поэтому только положительные эмоции. В концовке не удалось сохранить врата в неприкосновенности. Что произошло? Элементарная банальная потеря концентрации, которая приводит к таким ошибкам. В конце в раздевалку зашел главный тренер, он тоже на этот момент обратил внимание. Все здорово, ребята играли, командные действия были хорошие, но в конце концентрацию чуть-чуть потеряли. Свежие игроки, которые на замену вышли, буквально 5-7 минут, не доиграл момент и обидный гол. Насколько тяжело вратарю заходить в такой матч? На замену? Тяжело, да. Наверное тяжело, когда еще 4-0 и команда хочет как-то реабилитироваться. Какой-то гол, момент создать. И в этот момент и защитники должны ему помогать, и вратарь сам должен сразу со скамейки выйти и начать разговаривать, подсказывать. Ты должен смотреть игру с лавочки, анализировать какие-то моменты. И так же выходишь и тоже самое на поле делаешь. Последний вопрос. Кто из вратарей на Евро вас впечатляет пока что? Блин, честно говоря, очень много хороших, классных вратарей. Да, я могу вратаря сборной Грузии отметить. Он для меня очень сильно, я его и до этого следил за ним в чемпионате Испании. Очень хороший вратарь хорватов, мне очень сильно понравился. Но Донорума уровень держит, а вот тех, которые более-менее сейчас засветились, на них как-то акцентировал внимание. Ну что ж, удачи! Давай, давай. Останавливай. Тамир Ван Хутежев играл в Академии Алании с победой, и как тебе сегодняшний матч? В целом игра хорошая, в конце пропустили игру, концентрации немного не хватило. Сегодня ты очень легко обыгрывал соперников, как-то тренируешь дриблинг? Ну, на тренировках просто больше один в один обыгрываю, так получается. В нескольких эпизодах тренер был недоволен, что не отдавал пас. Пытаешься сам всегда забить или важно ассистировать? Ну, ассистировать, конечно, важно, просто не увидел его. И последний вопрос. На кого из футболистов равняешься? Ну что-то с евро тебе сейчас нравится? Роналду. Пока не забил он. Скоро забьет. Сколько забьет? Три-четыре. Ну что ж, удача и побольше тебе голов. Сахаров Антонов Александрович, тренер Академии, тренер Школы Сузского. Как вам сегодняшний матч? Не очень, не очень, потому что мы проиграли. И, в принципе, проиграли по делу. Уступили многим наборств. В принципе, каждая позиция уступала. Позиция соперникам. Поэтому, в принципе, результат закономерен. С чем связана такая игра? Ну, тяжело сказать. Не знаю. Не скажу, что мы там плохо тренировались в недельном микроцикле. Вроде как готовились. Ну, не знаю. Будем смотреть, разбираться, что получилось, что не получилось. Сегодня запасные игроки. Слышал такой разговор, что очень тяжело из-за погоды. Как ощущалось? Ну, нет. Не могу сказать, что погода здесь виновата. У нас также в Волгограде жарко, в принципе. Я думаю, что дело не в погоде. Дело в нас. Поэтому здесь. Ну, и мы будем смотреть, разбираться. И последний вопрос. Леонид Викторович сейчас в Китае. Как-то следите? И дает ли он какие-то вам подсказки, пожелания? Ну, я знаю, что Леонид Викторович, конечно, следит за каждым возрастом. Не только ЮФЛовским, а вообще за всей школой. Поэтому, да, мы общаемся, мы на связи. Поэтому, конечно, за ним тоже следим. То есть в будущем кто-то из игроков может оказаться и там? Все, может быть. Ну, что ж, удачи. Спасибо. Игрок Шеф Иван, игрок школы Сулского. Как тебе сегодняшний матч? Ну, эмоции отрицательные. Проиграли. Проигрывали по всем критериям футбольным. Ланя оказалась техничной. У нас быстрее. По всем позициям проваливались. Ничего не получалось почти. Учитывая, что перед этим матчем вы были с соседями по турнирной таблице, очевидно, что соперник не должен так сильно превосходить вас. В чем проблема была у вас сегодня? Ну, опять же, каждая позиция провалилась. Нигде не успевали. Не знаю, над чем это сказалось. Как оцениваешь свою игру? Так же, как и у всех. Все плохо сыграли. Каждая позиция. И если следишь за чемпионатом Европы, твой прогноз кто выиграет? За Австрию. Спасибо. Ну что ж, удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.